И планировался разбор, млекопитающие меня попросили сделать разбор хребетной сухоносой обезьяны. У нас сегодня в студии будет Андрей Курпатов. Ну что ж, приматики, мы начинаем? Субтитры сделал DimaTorzok Ну, наверное, идеальный, да. Ну, идеальный, конечно, в Греции. Потому что я, конечно, сильно устаю от... Мы же животные социальные. Вот я тебе скажу про армию. Какой ваш идеальный день? Идеальный, конечно, в Греции. Я же сильно устаю от... Чего? Да не помню. Мы же животные социальные, так я тебе про армию расскажу. Смотрите, в этом пассаже уже весь Курпатов, собственно, да. Здесь у нас есть уже сразу интуитивное улетание. Здесь есть экстравертный разбор, да, по всем возможным армиям, Грециям, своему состоянию уставшему, да, что, в общем-то, также выказывает некую сильную интуицию возможностей. То есть мысль очень быстро переключается. И какие-то проблески иррациональности, да. То есть вот в этой вот сумятице сразу много всего. Но пока рано делать выводы. Погнали дальше. В армии есть такая особенность – все постоянно хотят спать. То есть вот когда ты приходишь в армию, ты хочешь спать постоянно. То есть ты можешь спать стоя на тумбочке дневального, ты можешь спать в карауле, ты можешь спать на стуле, в строю там и так далее. Тысяча и один способ, как можно спать в армии, да. И всё бы ничего, если бы Курпатов не отвечал вообще-то на вопрос о своём идеальном дне в Греции, да. Тут уже мы слышим и про армию, и про способы, как можно спать в армии. Это характерно для интуитов возможности, такая вот семантика. И также тут небольшой плюсик сразу же за иррациональность, потому что ну тотально перескочил с темы на тему. Уже мы не слышим ничего об идеальном дне, и Греция осталась где-то там. И вот я думаю, что там один из механизмов, почему такой недосыпь. Понятно, что там физическая нагрузка, там то всё, пятое, десятое. Но просто постоянно рядом с тобой находятся там 25-30 человек. Сразу же идёт анализ механизма и причины, почему недосыпь, да. То есть что характерно логикам, постоянно выявлять причины следствия, причины следствия. Которые представляет твой взвод, и ты 24 часа в сутки находишься с ними. Единственная возможность от них отключиться – это заснуть. И мне кажется, что вот эта потребность во сне, она в значительной степени у нас и можно заметить. Если у вас было мало общения, то сон, скорее всего, будет у вас менее продолжительный. Если у вас общения очень много, то вам нужно больше. То есть мозгу нужно время для того, чтобы каждая коммуникация – это всё-таки очень затратный для мозга процесс. Заметьте, как он обрывает свои предложения. Вообще невозможно понять, где заканчивается одно предложение и начинается другое. Мозгу нужно, в общем, вот… И в Греции, между прочим, очень много белых строений. А также, вот был у меня случай, значит, ну, когда мы учились в ВУЗе… А про армию ещё не рассказал? И ещё, друзья, вот здесь из последнего пассажа, да, то, что он уже улетел в изучение феномена мозга, сна. Вспомните, вопрос был про идеальный день. Да, снова-таки плюсик за интуицию. Хоп, понесло, да, в какие-то феномены объяснения, размышления. Механизмы усталости и тому подобное. И он должен все других людей у себя в голове разворачивать, прокручивать, theory of mind формировать и так далее. Он очень трудится, и он, в общем, от этого переутомляется. Поскольку у меня деятельность связана с тем, что я бесконечно с кем-то говорю, встречаюсь и так далее, то, конечно, у меня есть счастливые моменты, когда я могу сбежать от людей. Смотрите, друзья, отдых от людей нужен всем сухоносым обезьянам. Да, потому что любому человеку рано или поздно нужно уединиться, остаться наедине с собой. Поэтому не типируйте сразу же в интроверты всех тех, кто хочет отдохнуть от общения. Людей. И все книги из Академии смысла, которые в серии «Красная таблетка» и так далее, и методологические книги, методологии мышления, что такое мышление, я всё писал в Греции, когда я уезжаю. Там море, тихо, собаки бегают. И я практически не выхожу из дома, потому что нет времени. Я всё время мечтаю, что я успею дописать. Взгляните снова. «Море, мечты, собаки, тихо». Я там всё время бегаю. Я мечтаю и пишу книгу. Сколько категорий разных в одном предложении? Вот когда у человека много разных категорий, море, собаки, тихо, вязко, слышно, комплименты, это означает сильная интуиция возможностей. Вы такую речь не встретите у Драйзера или Максима Горького, у которых она одномерная. Её дописать у меня будет в конце последний день, когда я смогу там куда-то выйти, полежать на диване. В общем, получается, что надо писать много, поэтому я… Вот это для меня возможность… Надо писать долго, поэтому я… Не знаю, что я, история умалчивает. Много вот этих незавершённых предложений, это тоже плюсик за интуицию. Как будто бы у Курпатова там бегущая строка его мыслей, и ему кажется, что мы все видим эту бегущую строку и понимаем, о чём он хотел сказать, недосказанное своё предложение. Ну и также иррациональность, потому что, как мы можем понять, рациональность – это про последовательность, а Курпатов – это не про последовательность. Как бы отдыхать от людей – это идеальный. Это я не к тому, что я к ним плохо отношусь, но просто всё хорошо в меру. Да, видите, Курпатов просто продолжил мысль Андрея о том, что не значит, что если человек хочет отдохнуть от других людей, значит, он сразу к ним плохо относится, значит, сразу он какой-то интроверт и неэтик, и тому подобное. Всем в меру нужно общение с людьми. Спасибо, Андрей. Там я ем в таверне. Ну, там очень смешно. Там я ем в таверне. Там очень смешно. Где там? Что там? Да, как будто мысль вытекает из какого-то контекста, который нам не озвучивается. То есть там где-то бегущая строка, как Леся сказала. И весело. Видите, категория такая, этика эмоциональная, что может быть в дальнейшем, если это подтверждаться будет, то мы заплюсуем этику эмоций ценностно. Но пока это, ну, весело и весело. Если соберём аргумент. Если соберём больше, да. Ну, это же обычные, там, если от меня отъехать, поселения эти, они все на берегу стоят, эти таверны, там их семьи держат уже там 150 тысяч лет. Вот. Ощущение абсолютно такое домашнее, потому что они все знают. Вот. Приходят и говорят, о, доктор, доктор. Они кричат. Вот. И я сажусь, говорю, бакаяра. Вот. И, в общем, всё. Мы быстро договариваемся, так сказать, что они готовят. Ну, так вот, мы быстро договариваемся, что они готовят. Если он им так объясняет, как он сейчас нам разописывает свой идеаль людей, я представляю, что-то ему приносят наготовленные. Ну, вот. Но интуит бы и не заметил, что он съел, так что. Может, ему-то мне ничего не приносят, он просто не замечает. Да, поэтому, в общем, там такой очень, такой деревенский, очень такой спокойный, как сказать, быт. Вот это мне, это мой идеальный день. Вот это всё, вот мой идеальный день. Армия. Функционирование мозга. Механизмы усталости. Да, собаки бегают, тихо. Бакаяр, мы с ними договариваемся, они мне что-то приносят. Вот, если говорить здесь, то, как бы сказать, первые половины дня я работаю, ну, то есть я пишу, что-то отвечаю на письма, как бы сказать, решаю какие-то вот такие организационные задачи, потом у меня встреча, и вечером у меня, как правило, какие-то или лекции, или там какие-нибудь прямые эфиры, или ещё что-нибудь, то есть какая-то такая ещё деятельность. А поскольку примерно день начинается? Ну, я сплю 6 часов, и там дальше, соответственно, вопрос... Потрачено. Во сколько ваш день начинается? Ну, я сплю 6 часов. А дальше? Как я лёг, как я встал, вот. Поэтому... По-разному может быть? Ну, по-разному, может быть, если что-то затягивается. По-разному может быть, это единственный такой более-менее завершённый пассаж, который ему подсказал ведущий, и он за ним просто повторил. Ну, вот, в общем, как бы. Там вечером надо что-то срочно сдать, или... И так далее. Ну, в общем... Тогда в продолжение вопрос о... А ем в ресторан... У меня есть ресторан. Они мне готовят еду. Во сколько начинается ваш день? Во сколько вы просыпаетесь? Ну, у меня есть ресторан, и, в общем, мне там готовят еду. Ответ? Ой, вопрос, ответ. Это удобно. Я могу не думать про это. Маленький плюсик, да, за какую-то слабую сенсорику, что он может не думать о приготовлении еды. На самом деле, хочу заметить, что большинство моих респондентов, говоря, что они не любят готовить и убирать, это нормально, да. Но для интуита ещё в большей степени характерно нежелание соприкасаться с процессом приготовления. Хочется уже сразу покушать и снова своими умственными делами заниматься. Да, и заметьте, уже было два раза возможность погрузиться в какую-то сферу сенсорную, да, вот он описывал ресторан или таверну, где он там питается, вот опять вспомнилось ему там про еду, там, что он кушает в ресторане, и мы не слышим каких-то сенсорных деталей, не слышим семантики сенсорики, не слышим каких-то эпитетов сравнений, да, с употреблением. Да, то есть он не улетает в сенсорные подробности, какая еда, там, притрамбованы ли горы на тортике, чтобы кремовой посыпочкой, там, это всё, не посыпочка, если кремовая, да, поливочка. Да, это удобно. По поводу написания книг и по поводу даже текстов, может быть, чего-то в Инстаграм, вы постоянно действительно пишете, создаете какой-то контент разный. Бывали ли у вас прям какие-то блоки или ощущения того, что всё, ну, не могу писать эту книгу, и вы её бросали, и как вы это преодолевали? Список моих ненаписанных книг, да? Ну, есть такое. Ну, на самом деле, конечно, есть несколько вот прямо реально ненаписанных книг, то есть они были, подготовлены были к ним, собраны материалы, и в целом я был абсолютно готов, там, и там, это всё меня постоянно спрашивают про средства от полноты, значит, ну, понятно, все хотят почему-то быть худыми. Да, есть у меня списочек недописанных книг, вот меня все постоянно спрашивают про средства от полноты, хотят быть худыми, да? Вопрос касается непосредственно самого Англия Курпатова. Есть ли у вас список недописанных книг? Да, есть. Но тут же мы слышим, уже приплетаются другие люди, которые спрашивают его о средствах от полноты, хотят быть худыми. То есть такое экстравертное мышление, заход от других людей через других, отвечает на вопросы. Описание себя, да, через перизму других. И, конечно же, и рациональность. Ну, и всё то же самое, что мы говорили, да? И понятно почему. Вот, да, была целая серия книг запланирована в серии настоящей истории в своё время. Там вышла только книга «Как пережить развод», а там у меня были истории собраны, «Как пережить потерю». И так, ну, там целый набор был таких, как бы, ключевых. Это из моего практики на, ну, опыта из моих пациентов в клинике неврозов на кризисном отделении, где я работал. Ну, вот это вот из моего практики опыта. Это не то, что он разговаривать не умеет. У него есть дикция «всёк». Просто мысль, мысль идёт впереди паровоза, и тебе кажется, что ты уже договорил это предложение, да? И уже следующая мысль просится наружу, а ты, оказывается, ну… Такое часто происходит у интуитов, но ещё чаще у интуитов-экстравертов. Мне нравится одно выражение иллюстративное, что интроверт думает, чтобы говорить, а экстраверт говорит, чтобы думать. Вот, и здесь мы видим, да, как он только… Ему речь помогает формулировать собственные мысли, а так там просто такой клубок. Вот, у меня было… В общем, там на самом деле ещё я могу дальше, даже, понимаете, и не успеваешь, потому что, как бы сказать, ты оказываешься в каком-то новом процессе, тебе нужно на новые вызовы отвечать, и просто по времени ты не вписался. Вот там книга «Счастливый ребёнок», да, она… Я планировал делать второй том про подростков. Вот, и уже был там, хотя потом у меня случился «Квадрат» и со всеми, в общем, поэтому… И со всеми, в общем, поэтому очень сложно запомнить и пересказать эту речь интуитскую, да, вообще ни за что зацепиться. Мало того, что пассажи незавершённые, так ещё и в них нет никаких крючочков, да, смысловых, за что вообще, как это понять, пересказать, запомнить. В общем, ну вот, там подростки… Да, вы анкету почитаете, там Леся сделала анкету по Курпатову, затранскрибирована его речь в ссылочке внизу под видео. Там сплошные троиточки. Просто обрывки, обрывки. Лоскуты, лоскутьё. Лоскутьё. Подростки, так сказать, остались без… Книги, сейчас в переиздании, например, я туда вставляю блоки, связанные с цифровым слабоумием, с гаджетозависимостью, там и так далее, и так далее. И там как бы выхожу на подростку, потому что вот то, что я написал про детей от нуля, там, условно говоря, до 14, вот ничего не поменялось. Потому что это такой процесс созревания мозга, который невозможно не ускорить, не замедлить и так далее. И вот он так идёт, и родители должны просто понимать, на каких этапах как действовать. Усложнённая логическая речь, да, формулировочки такие сложненькие, созревание мозга, процесс, механизмы там. Ну и в то же время нет особо никаких пассажей за этику, да, то есть он не выражает своего отношения к кому-то чему-то, не упоминает, как кто-то к кому-то чему-то относится, да. Нету эпитетов пока что, вот сколько мы слушаем, не прозвучало. То есть у нас пока что вот больше плюсиков за логику. А вот то, что начинается после 14 лет, в значительной степени определяется референтной группой и с рядой. И если бы я написал эту книгу, как планировал в 2007 году, вот, то вот сейчас уже другие подростки. То есть тогда это были подростки, это был, ну, можно сказать, что хвост игреков, наверное, вот, поколение игрек, да, вот. А с этого времени уже точно начинается поколение Z, и это совсем другая, конечно, была, должна была быть книжка. Поэтому, в общем, не написал и не написал. Смотрите, рассуждения о было, есть и будет, они в своей сущности интуитивны и подтверждают в целом неслабую интуицию. То есть у него нет особо конкретики в речи какой-то, ну, предметно-сенсорной, которую можно было бы понюхать, лизнуть, измерить. Но, тем не менее, он пускается в какие-то дали, да, и анализ перспектив и прошлого будущего. Вот, что тоже отражает неслабую интуицию и как бы подчеркивает саму интуицию. То есть неважно там возможности или времени, но интуиция уже сильна. То есть нам сенсорик слабо представляется. Что спрашивали? Да вроде ничего не спрашивали. То есть вы не относитесь к этому так как к поражениям личным? Это нормальный процесс, когда что-то получается, что-то нет? Я всё равно его пропишу всё время, поэтому, ну, что-то не написал, значит, написал что-то другое. А как вам удаётся постоянно писать? Не бывает ли у вас такого, что вы приходите, и вот белый лист? Ну, стандартная проблема у всех. Или 23 минуты, о которых вы говорите, и всё начинается? Ну, так тоже нельзя сказать, что, во-первых, я писал книги до 2007 года, после этого у меня был 10-летний перерыв написания книг. Вот. Ну, почти 10-летний. Вот. И дальше... Вот чтобы что-то же написать, ты же должен это продумать, прожить. Это должно быть частью тебя, да? То есть там все книги, которые у меня психотерапевтические, они все написаны, исходя из вот той практики психотерапевтической, большой очень, которая у меня была. Заметьте, тут такой скользкий момент. Можно было бы подумать, да, что вот он же пропускает через себя все свои книги, говорит, прежде чем выдать книгу, надо, значит, её прочувствовать. Слушаем дальше, да? Во что это выльется в итоге? Вот. То, что касается книг из Академии смысла, им предшествовал достаточно большой процесс. Я начал в своё время писать несколько таких больших статей про время, в котором мы оказались, вот, и про разные там процессы и тренды. Это я ещё работал в Москве, вот, и писал для узкого круга такие, как бы, может быть, в чём-то аналитические материалы. Процессы, тренды, в чём-то аналитические материалы, да? Усложнённая такая семантика логическая. Да, и это не просто логика, а уже можно говорить о том, что это логика структурная, потому что логика структурная, она такая себе констатирующая просто факты, да, такая объясняющая реальность. Логика деловая – это логика дел, поступков, совершений, то есть мышления глаголами. Здесь мы наблюдаем как раз такую сухостатистическую логику. Вот. И потом из него вот сформировалась книга «Складка времени», где мне, мне кажется, удалось вот, как бы сказать, зафиксировать эти главные приметы времени, которыми мы все поражены как болезнью. Вот. Мы утратили идентичность, мы не понимаем, кто мы, что мы, нам постоянно нужно её для себя придумывать. То, что раньше общество жило в конструкции, что каждому идентичность присваивалась. Если я не ошибаюсь, вопрос был о том, есть ли у вас какие-то недописанные книги и не комплексуете ли вы по поводу каких-то блоков, там, когда не удаётся писать в таком вот русле. Ну, то есть снова улетает. И идентичность к конструкции снова такие плюсики за структурную логику. И опять-таки, если обратиться к тому, что вопрос направлен к Андрею Курпатову, расскажите о себе, грубо говоря, о ваших каких-то недописанных книгах. Тут мы уже слышим в целом. Общество поражено такой-то болезнью, там не чувствует времени. Такая вот есть проблема в обществе. Видите, взгляд вовне. То есть интервьюер сам направляет взгляд Курпатова вовнутрь, а он как-то туда не направляется. Курпатов всё равно смотрит снаружи на мир. То есть снова экстраверсия. Ты тот-то, тебе так-то, будь тот-то. Второе – это ощущение нехватки-нехватки, как я её называю, когда чего-то хочется, чего непонятно, хочется ли вообще тоже непонятно, и вот это вот какая-то такая. И третье – это фальсификация мышления. Это то, что мы всё более и более мыслим поверхностно, и за словами, которые мы используем, не стоит вот таких каких-то глубоких внутренних значений, сложных, проработанных, продуманных. И вот когда я вышел на эти критерии, я уже, так сказать, взял нейрофизиологию, положил это на методологию, которой я занимался в 90-х. Я это всё сложил, взял этот актуальный тренд и, собственно говоря, создал вот эти монографии по методологии мышления, которые вошли вот там в многотомник, в такой толстый том мышления, системные исследования. Так и вернулся к теме, слава богу, да. Но мы снова слышим много-много изобилия такой усложнённой речи, структурно-логичной, да. И когда я уже подготовил это, но я параллельно читал семинары, я просто, как бы, все эти книги я проговаривал, так сказать, с аудиторией, то есть ничего из головы невозможно вынуть, нужно иметь сопротивление других людей, которые, так сказать, задают тебе вопрос, говорят, что где-то слепые пятна, ты начинаешь понимать, чего они не понимают. Давайте сейчас телескоп соционический так немножко отдалим и увидим более полную картину. Какие ценности озвучиваются? Озвучиваются ценности в основном первой квадры, интуиция возможностей, структурная логика, чуть-чуть там поэтики эмоций, малюсенькие плюсики, да, такие эмоциональные. Но чего нет, так это именно акцента на деловой логике, да, из третьей квадры, нет акцента на волевой сенсорике. Этики отношений совершенно. Да, совершенно нет. То есть нас всё-всё-всё сейчас уводит в ценности первой квадры. Сам начинаешь думать, видишь собственные слепые пятна, собственно, дальше ведёшь какую-то исследовательскую работу, которая позволяет это закрыть. Вот. И уже после этого я писал книги такие популярные, потому что вот это трилогия, сейчас уже четверология, «Красная таблетка», «Чертоги разума», «Троица» и «Четвёртая мировая война». Вот. Это, так сказать, то, что нам может дать методология мышления, если мы посмотрим на нашу жизнь сейчас, что в ней происходит, как нам с ней взаимодействовать и какова роль мышления в этом мире информационной псевдодебильности, где мышление благополучно, так сказать, как улыбка чеширского кота, значит, счастливо отправляется в Тартарары. Смотрите, друзья, тут выказывается прекрасная способность интуитов, логиков отстраняться от текущей реальности, да, там, быт, собака, заварить чай, работа, дом, работа, и способность отстраниться, увидеть жизнь более глобально, в каком-то ракурсе, в контексте, в масштабе, в масштабе времени, откуда мы идём, куда мы идём, и разложить это всё по полочкам. То есть вот как бы одно из лучших применений интуитов, логиков, да, это какая-то философия или наукообразная какая-то деятельность, да, что, собственно, вот здесь здорово отражается. На самом деле про перерыв как раз хотелось бы узнать, потому что вы часто о нём говорите, говорите, что работали на телевидении, но что вы конкретно делали, и до чего всё доросло, и почему вы перестали этим заниматься? Потому что, я так понимаю, у вас была большая компания по производству телепередач. Ну, не у меня была, да, я был генеральный директор, я был представителем совета директоров, действительно, это была компания, которая производила телевизионный контент для самых разных телевизионных каналов. Мы делали и какие-то линейки телевизионных программ, и вечерние шоу, и концерты, и там Евровидение в Москве организовывали. Смотрите, 16 социотипов могут ответить на такой же вопрос абсолютно по-разному. Он выбирает отвечать через свою, намекаю уже на социотип, через свою базовую линзу, через интуицию возможностей. Он просто перечисляет огромный перечень того, чем занимается компания, самыми разными категориями. Хотя можно было бы сакцентировать немножко на статусе. Ну, вообще-то, я был генеральный директор. Или можно было бы как-то акцентировать на команде. Вот у нас была такая классная команда, мы были дружные, или наоборот конфликтовали. Можно на каких-то других аспектах сделать акцент. Нет, он перечисляет по интуиции возможностей. Самую съемку, организацию, это очень просто большое, логистически. Там 10 тысяч человек работало с учетом волонтеров на этом проекте и так далее. Ну, то есть, это была такая большая технологическая компания, имеющая много направлений по рекламе, телевизионное производство, дистрибуцию прав. Ведущий как будто бы услышал наши молитвы, да, и направил вопрос непосредственно Андрею Курпатову. Чем конкретно вы занимались в этой компании, да, на телевидении? Там было 10 тысяч человек. Вот наша компания там занималась там тем-то, тем-то. Не могу запомнить, повторить это все. В общем, никакого пропускания через себя, никакого личностного отношения к тому-то, да, даже к статусу тому-то же. Я там был генеральным директором. Я это уже говорил. Что там еще? Диджитал-доправление и так далее. Кино и прочее. Ну вот, и моя задача была превратить этот хаос творческий в эффективно работающий механизм. Дошел все-таки до своей задачи, да? Но как он отстраненно от себя ее описывает, абстрагировано. Не я занимался тем, что превращал этот хаос в работающий механизм. Моя задача была превращать хаос в работающий механизм. Да, друзья, это тоже важные такие триггеры, когда человек говорит о себе как в третьем лице, правильно говорит, да? То есть не от себя, а вот я был той самой личностью, которая... А почему вам эту задачу дали? Как это произошло? Потому что вы занимали свои передачи, я понимаю, доктор Курпатов. После этого как раз-таки произошел переход такой в управление большой-большой компании. Ну, я вообще очень просто любопытный, и мне очень нравится порядок. Прямо... Я любопытный равно интуиции возможностей, и мне нравится порядок, структурная логика. Никого не напоминает? Наверное, это плохие черты. Не любит человек свои базовые функции. Сейчас, если что, Андрей пошутил, да? Не то, что он их не любит не потому, что не любит, не нравятся ему эти качества, а потому что они создают в жизни много сложностей, которые он, собственно, сейчас и опишет. Почему так сложно с ним работать режиссером? Почему ему так сложно создавать программы на телевидении? Потому что это самая любопытность и жажда порядка не дают ему сидеть на месте. Вот. И я долго же готовил программу доктора Курпатов. то, что сначала ее готовили вообще для канала ТНТ. Вот. Роман Петренко пригласил меня, он тогда был руководителем канала, пригласил делать программу, хотел делать программу взамен окон Нагиева, вот, чтобы оккультурить, значит, немножко, вот. Но про полтора года, мне кажется, мы там, мы снимали несколько пилотов с разными производственными компаниями, вот, с самим ТНТ, вот. Мы пытались сделать вот такую программу, но со мной невозможно сделать скандальную программу, вот. Моя программа будет всегда милая, душевная, вот. Работать с актерами я не могу в кадре, вот. Вот, так сказать, все это получается какая-то резиновая муть, вот. Видите как? То есть, вот этот мир таких вот медийных шоу и скандалов, это как ни крути, больше про третью квадру, да, потому что вот этика отношений, плюс волевая сенсорика, плюс какая-то, может быть, отчасти, отчасти совсем деловая логика, Родно шоу. Это такая смесь, да, которая порождает вот такие вот интрижки, которые можно, ну, на которых можно хорошо распиариться и заработать, да. С ним такое сделать не получается. Почему? Может, квадроконфликтное. И, в общем, ну, продюсеры там настаивали, что нужны эти актеры, которые будут рассказывать какие-то небылицы. Ну, как лечить небылицы, я тоже не понимаю. Вот, да, и поэтому, в общем, в конечном итоге оттуда пришлось уйти. Потом был Андрей Леонидович Разбаш, продюсер, который, его компания, который, значит, увидел этот пилот. Они потом снимали мы параллельно, потом попали на СТС, из СТС нас отправили на домашний, на домашний мы сделали несколько выпусков. Потом Андрей Леонидович предложил мне продать, не продать, а отдать ему все права на все свои книги и на будущее, написанное, не написанное, и на любую мою деятельность. Медейную на 10 лет вперед. Я сказал Андрею Леонидовичу, что я его очень уважаю, но вряд ли мы продолжим в таком месте сотрудничать. Поэтому моя программа закрылась. Потом мне позвонили через месяц с ТНТ, потому что Андрей Леонидович пытался снимать с кем-то другим, поскольку это было явно сразу идеи не вполне состоятельно. В общем, она провалилась, и потом канал уже меня запросил. Я сам производил программу для домашнего. Сухая констатация фактов. Просто рассказывает, что зачем было, в какую программу, после какой его приглашали, пытались они снимать. Что для нас, как для социоников, тут интересно. Он все рассказывает безличностно как-то, безотносительно к себе, к своим каким-то чувствам. Эй, Андрей Курпатор, что ты чувствовал, когда тебе вдруг сказали на одном телеканале, нет, прости, типа, ты не для шоу, а на том телеканале тоже попробовали снять пилотки, но тоже что-то как-то не вышло. Просто ноль личного отношения к всему происходящему. Сухое озвучивание, безэмоциональное, беспристрастное. Слабая этика отношений. Потом нас тоже закрыли для того, чтобы открыть аналогичный формат. Ну, там же все кулуарно. Зачем кому-то на сторону что-то деньги отдать. Вот. И, значит, сами там встали. В общем, нас тоже закрыли. Потом мне позвонили уже с первого, потому что там как бы доктор Курпатов очень сильно выстрелил на домашнем. И, так сказать, была такая большая известность. Первый канал всегда является охотником за головами. Если он где-то видит, что что-то растет, он это захватывает. В общем, меня туда захватили. И к моменту, когда я уже оказался на первом канале и начали снимать мою программу, я очень хорошо понимал, какое организовано телевизионное производство. Вот. И, значит, мне в какой-то момент сказали, что, видимо, программу все-таки не будем снимать, потому что ее смета очень большая. Я сейчас не буду говорить, сколько это было денег. Вот. Значит, после этого, значит, те, кто это делали, они сократили смету, потом сократили смету. В общем, короче говоря, она в конечном счете уложилась в два раза. И потом выяснилось, что она еще дала прибыль 30%. Вот. И, как бы, это был такой очевидный, как бы, механизм некорректный, что, в общем, естественно, что я мог сказать, как это делается и что делается. На какой вопрос он отвечает? Структурная логика. Мне предложили как-то взглянуть на это по ряду направлений. Ну, вот, собственно говоря, я взглянул, и мы сделали очень эффективную компанию по производству разных продуктов. Мы сделали компанию, которая работала синергетично, то есть у нас были музыкальные центры с артистами, у нас были телевизионные продакшен, у нас были рекламы и так далее. Мы это все пересекали, все это, как бы сказать, одно на другое работало. Это был такой эффективный механизм. Для структурного интуита офигенно, на самом деле, быть в центре вот таких вот сложных процессов. Там, где есть много разных департаментов, отделений, их надо как-то вот все между собой вязать. Координировать. Да, координировать, не погружаясь, при этом отдельно в какой-то из них слишком глубоко, чтобы не утратить общие картины. Почему это закончилось? Почему вы ушли, я так понимаю? Ну, потому что я с самого начала сказал, что я буду заниматься этим до того момента, когда компания будет нормальной публичной компанией. Собственно, когда она стала нормальной публичной компанией, я был освобожден от своих обязательств довести это до этого состояния. Кстати, друзья, опять же, это не то, почему мы типируем, то есть, это не главный критерий, но есть такая болячка у интуитов-экстравертов, то есть, по соционике стихий, да, все субводы, так мы называем, все, у кого стихия воды, вторым знаком, интуит-экстраверт, это то, что они обожают стартапы и работать до тех пор, пока есть креатив и сфера нерешенного, сфера, где нужно придумать решение, сфера, где нужно креативить, изобретать, прилагать какое-то новаторство, изобретательность, в общем, и пока не нужно действовать по системе, рутинно, по каким-то правилам, законом, пока, в общем, нужно выстроить порядок, там интересно, как только там все налажено, неинтересно, то есть, это и Дон Кихот, это и Гамлет, это и Джек, и это Гексли, для всех, в принципе, более-менее актуально, и поэтому таким интуитом-экстравертом часто подходят профессии, где они могут постоянно включаться вот на каком-то стартовом этапе, либо решать какой-то кризис и выходить оттуда. Хотелось узнать про такую тему, вы её затрагивали, когда мы обсуждали с вами вопросы некоторые в подкасте, что вы можете ошибаться, и я понимаю, что да, мы все ошибаемся, и может быть, у вас есть примеры за последние там 2-3 года ошибок, которые вы совершали именно в контексте, может быть, вопросов мышления, нейрофизиологии, ещё чего-то, и на что вы поняли, что вы явно стали смотреть иначе? Как вы думаете, он расскажет примеры ошибок? Думаю, нет. Ну, процентов 20, что расскажет. Но сперва он расскажет про цаплю, период нереста осетровых в Атлантике, может быть, может быть, про пожары ещё. В Австралии? Да. Дело в том, что я последние годы, два, видимо, два, да, я занимаюсь, собственно говоря, популяризацией за счёт того, что вот я пишу эти книги, и отстраиванием процесса обучения мышлению. Вообще, я должен сказать, что идея учить мышлению выглядит как полный бред. Вот, значит, и в целом это был... Ошибки. Ошибки. Какие вы допустили ошибки? Эксперимент достаточно рискованный, и все мои товарищи, с которыми я на равных обсуждаю драматургию, методологию, мышление и так далее, они мне, как обычно, крутили у виска и говорили, ну, Курпатов опять, значит, за своё. Лезет, куда его не просили. Что снова-таки характеризует интуитов-экстравертов. В сущности, людей, склонных к экспериментам, потому что у них у всех четырёхмерная интуиция возможностей, это означает, что эти люди ввязываются в те идеи, теории и гипотезы, которые пока что абсолютно не доказаны, не оправданы, но как раз там содержится их интерес. Куда, например, бы вряд ли полезу Максим Горький, Драйзер, Габен, Дюма. Просто стрёмно, да, зачем лезть в то, что совершенно неоправданно могут сгореть время, деньги, лучшие годы жизни, не знаю, да. Но, что но? Курпатов не такой. Вот, да, и в общем у меня, я как рассуждал, я действительно имел счастье познакомиться с огромным количеством гиперуспешных, гиперталантливых людей. Ладно, забудьте про ошибки. Да. Имел счастье познакомиться с огромным количеством гиперталантливых людей. О чём это? Это он объясняет, как он вывел механизм успешности. Механизм успешности. Причём, заметьте, друзья, какими словами, да, он часто говорит радость, драматургия, счастье, что снова-таки больше плюсик про этику эмоций, нежели про этику отношений. То есть, видно, что оно у него не сильное, но употребляемое, то есть, вероятно, ценностное. Поверхностная такая этика. В политике, в бизнесе, в творчестве, ну, как бы, в общественной деятельности и так далее. Политика, бизнес, творчество, общественная деятельность и до этого он просто мастер перечисления разных категорий. Вот эти все, казалось бы, не связанные друг с другом категории, складненько так умещаются у Курпатова в одну какую-то смысловую единицу, да. Часто на занятиях со студентами, когда мы разбираем анкеты клиентов, когда человек говорит о себе, я такой весь креативный, и очень креативный, поначалу студентов это путает, и они такие, о, креативный, наверное, интуиция возможностей, по одному только лишь слову, да. Но человек не говорит о себе, я креативный, когда он действительно креативный, все равно что, ну если я здоровенный и тупой качок, зачем мне говорить, что я здоровенный и тупой качок? Понимаете, люди не озвучивают зачастую то, что является очевидным для них, поэтому редко богатый человек будет говорить, что он богатый, редко умный будет говорить, что он умный, понимаете, в чем фишка? И очень часто при типировании, особенно в начале диалога, люди как будто хотят защитить свою болевую функцию и сразу сказать, у меня там все нормально, к примеру, болевой этик отношений, у меня со всеми хорошие отношения, или там человек с болевой интуицией возможности говорит, ну я человек творческий, да, вот такие вот вещи часто звучат как раз в противовес, поэтому верить людям нельзя, вот что они говорят под сомнением, а вот как говорят, это как раз социатива. Одно дело говорить о себе, я креативный, да, и считать это интуицией возможностей, а другое дело, даже без упоминания слова креатив, творчество, нестандартное мышление и т.д. и т.п., перечислять в одном предложении кучу не связанных между собой категорией. Вот, ну я, конечно, когда с кем-то знакомлюсь, я немножко психиатр. Психиатр не означает этик отношений, а то, знаете, вот мы разобрали Веронику Степанову, кстати, посмотрите, кто не видел, и такие люди, значит, ого, она же логик, в сфере типа психология, типа психология это этика отношений, но нет, друзья, есть разные сферы жизни, которые мы просто ассоциируем с какими-то функциями. Да, но вот психиатр, структурный логик вообще адекват, тем более он разговаривает о психиатрии как через призму структурной логики. Система, которую нужно разобрать. Вот, и я, конечно, на это дело как-то так смотрю более системно, чем обычно люди, ну вот, так-то, конечно, кого угодно я не буду анализировать. Человек сейчас рассказывает о своём общении с другими людьми, значит, я разбираю эту систему, кого угодно я не буду анализировать, такая коммуникация. Ну вот, но когда ты встречаешь какое-то, действительно, произведение искусства с точки зрения вот человеческого материала, то есть... Эмпатия, 80-й уровень, человеческий материал. То есть, эти люди действительно делают что-то такое, что вызывает восхищение. Вот, нельзя удержаться того, чтобы не покумекать. Восхищаться, воздержаться, кумекать, снова-таки семантика этики эмоций, где-то она так проблёскивает, видите? Не этика отношений, а именно эмоции. Вот, и, собственно, я вот выяснял эти стратегии, как люди думают, да, и я просто думал, что в целом отсутствует невозможность воспроизвести эти процессы. Ну вот, если мы понимаем, как работает мышление, то, что обычно же как происходит? Талантливый человек, у него есть какая-то одарённость, ну, у всех, у нас, кстати, я думаю, что у всех что-то есть. Вот, да, и дальше есть шило, которое, значит, эту одарённость толкает, и дальше это огромное количество игр, в которых, потому что, что такое социальные лифты, да, есть такое представление, что есть социальные лифты, ты заходишь, и тебя повезли. Значит, ну, таких лифтов нету, потому что тебя вывозят на каждый этаж, и там куча таких же, как ты, которые хотят того же, что и ты, на следующий этаж, но пускают там из ста десять на следующий из ста троих и так далее. Раскладывание через призму структурной логики, да, такое ячеечное мышление, уровень, категории, ячейки, таблицы. И мы, получается, на каждом уровне оказываемся в ситуации, когда у нас конкурентная очень среда, и ты должен применить не одно свое качество, не один свой талант, а еще какие-то другие дополнительные ходы, которые смогут обуграть других людей, которые с тобой здесь оказались в этой конкурентной борьбе за переезд на следующий этаж. В общем, короче говоря, про ошибки мы таки не услышим. Курпатов? Ну да, судя по всему. В общем, короче говоря, из лифта надо выходить на каждом этаже, перебиваться и добегать на нужный. И вот люди, которые туда доехали наверх, они все счастливо на каждом этапе выиграли эти игры. И вот, и поэтому их ум, он точился, так сказать. Это не просто так, они были умные, все мы с детства дураки, потом мы так потихоньку на своих ошибках и прочих и прочих. Мы как бы приобретаем эти необходимые дополнительные навыки и у кого хватает вот этого рвения продолжать дальше кататься на лифтах и биться, значит, с претендентами на лифты, вот, те и добираются наверх. И вот, собственно, я, ну это естественная среда. И моя мысль была, как можно, значит, воспроизвести процесс обучения мышлению, с тем, чтобы вот как бы дать те навыки, которые есть у людей, которые успешны. Ух, да, ребят, ну в общем, я чувствую, мы не будем разбирать все интервью, да, что было в последнем пассаже, снова-таки изобилие интуиции, снова-таки перепрыгивание с темы на тему иррациональное, снова-таки упоминание постоянно других-других-других людей и явлений, да, что суть экстраверсия. Что еще? Все было пронизано, структурной логикой, то есть он все разбивает по каким-то категориям, где-то у него это все разложено, и совершенно нету никакой этики отношений, даже когда он говорит про конкуренцию, он не углубляется в вопросы конкуренции, да, и вся семантика волевой сенсорики заканчивается на слово конкуренция. То есть дальше как бы не идет повествование вглубь, да, на эту тему, как там, кто кого. Все через призму такой отрешенной структурной логики наблюдателя вовне. Я, конечно, если говорить, что это была ошибка, она была ошибка. Вот, значит. О, кажется, он вспомнил про вопрос, но, ну да ладно. Да, и дальше мы делали первую группу Академии Смысла, первый поток, вот, и там не было никакой Академии, никого. У меня был семинар по практической методологии, вот, я его читал, там сидела моя, как бы сказать, аудитория, вот, и я понимал, что я разговариваю сам с собой в целом. Да, да, он понял, да. Ну вот, люди все кивают, но мы явно где-то в разных находимся конструкциях, ну вот. Класс. На самом деле это очень отражает стиль повествования вот его социотипа. Дело в том, что когда у тебя болевая этика отношений, сильная интуиция возможностей, экстраверсия, да, и рациональность, это реально не создает эмпатичного контакта при общении с людьми, а особенно, когда их много. Вот, они тоже в какой-то момент стали говорить, давайте мы сами будем собираться, чтобы нам не мешали, вот, мы будем это обсуждать. Я им говорю, ну, знаете, это я вряд ли могу вам допустить, потому что вы такого обсуждаете, что лучше потом не встречаться. Не дай бог встретятся без него и начнут говорить по теме собрания. Курбатов проконтролирует, чтобы все по теме было. Чтобы еще 50 тем затронули. Не дай бог не затронут 56-ю тему. Вот, и, да, я стал писать вот эти письма, которые потом переработаны. Видели, легли уже в основу курса. Вот, и я должен сказать, что я, конечно, лажал там со страшной силой. Вот, то есть, я придумывал упражнения, задания там и так далее. Вот, после этого они это делали, они писали мне отчеты, я с ними лично встречался, обсуждал, и я понимал, конечно, что, ну, вот, то, как я думаю, это должно быть, это не работает. Да, и я переделывал, перелопачивал там и так далее. И, слава богу, мы сделали, наконец, курс красной таблетки. Вот, потом курс красной таблетки, это бог с ним, все пошло, все довольны, это нормально, вот, но он же подготовительный, он просто, как бы, избавляет от шорт, дальше, значит, надо учиться уже ощущать в себе самомышление, чем занимаются чертов и разума. И вот для того, для этой штуки, значит, я стал писать письма, и это, конечно, был тоже полный провал. Просто хотел сказать, что он все-таки начал про свои ошибки и провалы. Угу, стоит отметить. Кажется, впервые за все интервью. Вот, не прошло и сто лет, и сто тем, других курпатов начал отвечать на поставленный вопрос. На 24-й минуте. Ошибки, провалы. Полный провал состоял в том, что я даю упражнение, все его заваливают. Значит, даю следующее упражнение, они все заваливают. Все были, все, кто у меня, я чертоги разума посвятил первому потоку Академии Смысла, потому что они несчастные выдержали весь мой, как бы сказать, все мои ошибки. Вот, и я потом понял, что на самом деле мы можем эти ошибки использовать как инструмент, потому что именно на ошибках они выполняют задания, выполняют все стандартно всегда одну и ту же ошибку, потому что пытаются думать как прежде, а нам нужно думать по-другому. Друзья, заметьте, в какой вообще сфере вращается господин Курпатов и чем он занимается? Он занимается работой мозга и справлением ошибок в сознании и в мышлении. То есть, сфера в целом глубоко интуитивна. На самом деле, простят меня сенсорики, для сенсорика это трудновато, это трудно поднять такой пласт. Да, вот сенсорики читают Юнга и они понимают, что вот, ну, ну, вот. И вот, собственно говоря, после этого у нас были записаны специальные, которые получают только участники после каждого занятия, как бы, так сказать, такие видеоматериалы, через которые они, как бы, переваривают опыт своей ошибки с тем, чтобы он стал их ресурсом. Вот. И если там первые, там, я думаю, три набора чертогов, вот, это был, конечно, трэш и ужас. Вот эти вот три набора чертогов, если что, это Курпатов рассказывает о своей аудитории, о живых людях, своих студентах. О любименьких. И тут хочется заметить, что этики как раз склонны одушевлять неодушевленные предметы, там, машины, телефоны и так далее, говорить о них, как о людях, ты там, мой хороший, моя любименькая, заводись, ну, вы видели в предыдущем видео, да. Логики, напротив, омертвляют, обезличивают, обезличивают что-то личностное, да, и в частности, часто говорят о людях, о своих студентах, как о, просто через принадлежность их к чему-то, как-то, ну, в общем, не через, знаете, такое отношение. Я тоже интуит, поэтому вы поняли, да, логики обезличивают, этики одушевляют. Вот, и, понимаешь, это моя ошибка, вот, но я же не знал, как в реальности отреагируют. Вот, подтверждение предыдущего пассажа, люди, это там, аудитория, набор, а вот реальность, я же не знал, как реальность отреагирует. И тут же примесь структурной логики, что вот у нас есть какая-то гипотеза, да, мы ее проверяем, подтверждаем, да. Классические, классическая вообще деятельность для социотипа. Ну, такой зайчик еще. У нас же всегда есть какая-то гипотеза, мы ее строим, структурируем, потом мы сталкиваемся с реальностью, реальность нам говорит, значит, так, утрись, значит, пересоберись, да, и сделай что-нибудь нормальное, с учетом того, что я тебе говорю. Вот так, собственно говоря, чертоги строились, вот, потом курс строится, вот, это всегда ты факапишь, вот, но, это на самом деле так мышление работает. Смотрите, друзья, речь интуита и рационала реально часто приправлена вот такими союзами, типа, так вот, как будто и вот, и потом для того, чтобы, тогда как, то есть, то есть, куча лишних слов, без которых можно легко обойтись, и без этого речь не утратит смысловой нагрузки. Так обычно говорят иррационалы, интуиты, особенно это может усилиться у экстраверта, потому что он говорит, чтобы думать, такой речью редко или почти вообще не обладают рационалы, особенно рационалы-интроверты, особенно рационалы-интроверты-сенсорики. У них речь сугубо рациональна, потому что рационалы рациональны во всем, и в телодвижениях, которые у них более скованы, и не используют каких-то лишних, да, заворотов в пространстве, и также и речь, они не используют рационалы тех слов, которые не несут в себе какого-то смысла, ограничиваются только теми, которые необходимы. И, вероятно, вы замечали, есть такие люди, которые односложно отвечают на вопросы. Есть вопрос, есть ответ. Да, нет, завтра будет сделано. Да, это яркий признак такого рационала интроверта. Сначала ты создаваешь какую-то идею-гипотезу, у тебя есть ощущение, что там, условно говоря, в этом лесу есть какой-то зверь, и ты будешь на него охотиться. И ты, значит, берёшь там, условно говоря, лук и идёшь в лес, в реальность идёшь, да, со своей идеей-гипотезой. Что лук тебе поможет, да. А там выходит такой динозавр, вот, и ты со своим луком можешь, как бы, сказать, порезать его в яичницу, ну вот. Он уже не рассматривается как оружие. Динозавр, лук, яичница, интуиция, возможность. Ну вот, и после этого должен вернуться, продумать, собственно говоря, чем убивать динозавров. Но просто если нету лука, вообще тоже не пойдёшь. Вот. И, да, а может, нам нужны были силки для птиц, а может, нужны были капканы для этого, а может, ружьё нужно было, а может, пулемёт. Чёрт узнает. А так же. Капканы, ружьё, птица, пулемёт. И это узнаёшь только после того, как ты делаешь первый шаг, и реально себе отвечает. Проблема большинства людей в том, что они думают, что они могут найти решение внутри своей башки. Так, не надо мне вот это про башку. Башки ему не нравятся. Вот. Это ахинея. Значит, внутри башки можешь создать стратегию, испробовать её, получить первые результаты, понять, насколько она продуктивна, дальше её скорректировать, и действовать шагами, значит, продвигаясь, постоянно имея обратный ответ от реальности. Вот. И реконструируя себя, не думая, что ты можешь быть умнее мира, который ты пытаешься организовать. Ну, в контексте книг, например, и уже многие из них прошли, как сказать, проверку временем. Андрей Курпатов делает вид, что он так внимательно слушает вопрос, как будто бы он собирается отвечать на поставленный вопрос. Ага, да, да, что? И, может быть, вы думаете о том, что, ну, вот в какой-то книге была какая-то неточность. Сейчас новые данные. Я, может быть, хотелось бы уточнить. У него там просто уже бегущая строка. Переписать. Есть ли такие какие-то примеры? Просто было бы очень интересно, насколько вы как-то на эту тему рефлексируете. Может быть, как-то... Мне кажется, он готов перебить каждый момент. Он уже держится за стол, чтобы не перебить. Ну, во-первых, надо сказать, что я вообще написал много разных книжек. Ну, вот. Значит, есть книги, которыми я горжусь. Ну, вот. Это книги «Психософический трактат». Вряд ли кто-то его вообще читал. Да. Это «Философия психологии». Это, собственно, вот первая книга, которая потом превратилась в трёхтомник. Там, собственно, основа несодержательной методологии была впервые изложена. Я горжусь руководством по системной поведенческой психотерапии, которая тоже имеет такое количество читателей, что хочется обнять и плакать их всех. Странно, почему так мало читателей? Может, язык непонятный? Я думаю, это что-то с названием. Хочется обнять и плакать их всех. Да, вот. Бездневника на Плюсуна. Есть вот ряд книг, которые я в разных направлениях делу, считая их время, когда мы можем праздновать, по сути дела, более-менее активное вхождение в МРТ, значит, в исследование мозга человека. Можем праздновать активное вхождение в изучении мозга человека. Снова-таки маленькие плюсики за этику эмоций, которые явно не сильные, но какая-то ценностная. Вот. И то, это же такой был тоже очень процесс, как бы нелинейный, да, то есть мы сначала и за счет технических средств, и за счет отрабатывания самих технологий проведения этих исследований и так далее. Вот. Это такая, как бы сказать, и понятно, что... Я забываю просто, что я хочу комментировать, потому что он говорит пять несвязанных категорий в одном предложении. Я пока запоминаю одну, а он уже говорит вторую, третью, четвертую. Любимый. Да, Зайш. Помогите. Я когда основывался, я писал на... основываюсь на принципах фундаментальной нейрофизиологии. Феномен динамической стереотипии. Ведущий Гарри Поттер делает вид, что он... Понимает. Понимает. Друзья, вот эта вот вся усложненная наукообразная речь с этими всеми стереотипиями, она реально посильна только структурным логикам. Другие могут, да, но реально посильна структурным. Я думаю, Андрею Курпатову неоднократно говорили о том, что его речь слегка усложненная и не очень понятная для общественности. Но, как мы видим, его это не сильно заботит. Он как-то и даже не пытается перефразировать свои научные и околонаучные терминологии для того, чтобы донести мысль понятно как-то, да. Это тоже можно отметить как плюсик за слабую какую-то этику. Я себе говорю своими научными формулировками. Кто хочет, тот пойдет, прогуглит и поймет. И заметьте, несмотря на то, что он позиционирует себя как популяризатор науки, и он сам говорит, что его цель это, в общем-то, да, приобщить, ну, в других видео, приобщить людей к науке, да, он книжки для людей выпускает. Тем не менее... Более того, у Курпатова есть статистика, как плохо читаются его книги, вот те с усложненными названиями, да, и вот он вроде как даже старается написать детей, это... Да, короче, я уже запуталась, я уже не могу вообще ничего говорить. Ну что ж, друзья, давайте подытоживать, потому как мы смотрим, что интервью длится, 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 а новой информации для нас, как для социоников, не поступает, при этом поступает огромный массив той же самой соционической информации, да. То есть, постоянно озвучивается интуиция возможностей, как-то мышление огромным количеством категорий и внедрение абсолютно разных категорий феноменов в одно предложение. Постоянно слышим структурную логику, как в целом логику, да, и именно структурную, как пассивно-созерцательную, констатирующую логику фактов, да, и закономерности, и причины следствия, а не деловую, как логику решений, поступков, какой-то бурной, активной деятельности. Мы слышим изредка плюсики за ценностную этику эмоций, потому как он абсолютно не внедряется, не углубляется в вопросы отношений, мотивов, поступков, чувств, испытываемых людей и самим Курбатом не углубляется, но изредка упоминает всякую радость, счастье, празднование, его любимое словечко трагикомедия, да, нет, драматизация, дальше, весь драматизм, дальше, что-то такое, вся эта драма. Вот, и также у нас этика отношений совсем плохенько с ней, все, да, особенно учитывая, простите, вынужден сослаться на то видео, которое не это видео, там он, когда начинает в своих лекциях говорить об отношениях между людьми, он тут же обрывает это словами по типу, ой, ну это вообще черный лес, типа туда вообще нет смысла соваться, да. Крайне сложная тема. Крайне сложная тема отношений, несмотря на то, что на эту сложную тему весь Ютуб лутарит, да, то есть этика отношений не такая уж и страшная сложная тема, но для для его социотипа абсолютно непредметная, да, абсолютно действительно темный лес, поскольку от болевой своей не убежишь. Вот, все ценности первой квадры на лице и на лицо, ценности других квадр реально, реально не слышатся, просто не слышатся, даже не знаю, что тут еще прокомментировать, друзья. И у вас есть что-то добавить? По дихотомиям давайте еще подытожим. Иррационал, потому что скачет с темы на тему, не держится, не поддерживается никакой нити повествования, не отвечает на поставленные вопросы, обрывает фразы, не доводит до конца ни единый свой ответ, можете убедиться в конспекте, если почитаете по ссылке. Экстраверт, потому что описывает себя через других людей, не пропускает через себя информацию, мы не слышим своего отношения к тому, что описывает Курпатов. Притом, заметьте, вопросы в основном личностного характера ему ставятся. Ну что ж, друзья, и напоследок, в описании под этим видео есть ссылка на анкету с полным разбором речи Курпатова до 30 минуты с нашими комментариями, по каким дихотомиям, функциям он не договаривал. И второе, в этих же ссылках есть наши всякие каналы связи, Инстаграм, Телеграм и прочее, прочее. Я сейчас скажу про Телеграм, что там, чем он полезен, я выкладываю посты, которые ложатся в основу книги, которые я сейчас параллельно напишу уже, вторая книга. Поэтому вы имеете возможность ознакомливаться с материалами, собственно, книги, не платя за саму книгу. Болевая деловая логика. Да, вообще. А в Инстаграме? В Инстаграме там куча интерактива как в сторис, так и в постах. Мы типируем с подписчиками людей по семантике, по фотографиям, по фотографиям, естественно, фанова. И также выкладываем нарезки из типирования наших клиентов, которые дали добро растерзать свое интервью во благо науки. И люди в комментариях также пишут версии своих социотипов, догадки, споры, комментарии. Ну, а следующее наше видео мы снимем о человеке, который... Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok